Здравствуйте, ребята! Очередной прогноз на следующую неделю. Как вы помните, в прошлом прогнозе, это в данном случае фичерс на Газпром, я говорил, что нужно послабление быков, ослабление, и в таком случае мы заходим на шорт. Я его делал в пятницу, и в пятницу, ну, вечерка не прошла. На вечерке в пятницу мы видели вот такое небольшое движение, вот оно, бычье. И вы можете сравнить вот эту волну бычью с этой, да, но тут, в принципе, очевидно, что быки все сдались. На тот момент. Давайте сразу перейдем на следующую неделю. Красными линиями, я напоминаю, у меня отражены зоны стоимости этой недели. Ну, получается, да, этой недели. Оранжевым цветом, или желтым, как мне кто-то сказал, отражен крупный объем, который прошел. Синими линиями это часовые непосредственно уровни, а черные это дневные. Примечательно то, что верхняя и нижняя зоны стоимости, они полностью совпали с дневными уровнями. Далее, здесь я выставил целую зону. Эта зона очень серьезная, она дневная. Вот вы можете увидеть, да, она в размере 125 пунктов. Она очень серьезная, дневная, и пока мы ее не пробьем, никакие шарты рассматривать не стоит. Дело в том, что на дневках, ну, давайте я вам покажу дневки. Вот у нас дневки. Посмотрите, вот эта область. Один раз цена сюда пришла, да, вот здесь она пришла. Давайте чуть-чуть растяну. Вот так. Один раз цена сюда пришла, какой был откат. Второй раз, третий раз. Ну, этот давайте не считаем. Вот три раза у нас было. Но все-таки, может быть, и будет пробой, потому что каждый раз отскок все меньше и меньше. То есть, так скажем, пыча сопротивления, если это можно так назвать, оно постепенно сходит на нет и потихонечку-потихонечку отходит. И смотрите, как вот тут даже было поначалу. То есть, цена отсюда ушла, да. Потом медведи пытались вернуть цену в эту область, разумеется, то есть, корню вот этого импульса, если это можно так назвать. Но бычки, в свою очередь, поддержали уровень и не пустили туда. То есть, они даже выше немного ушли. Отсюда вывод, что здесь находится очень крупный интерес каких-то игроков. И мы, в принципе, не знаем, будет пробитие или нет. Вот эта величина падения, которая здесь есть, она все-таки, я думаю, даст как бы свои плоды. Может быть, и будет пробитие, потому что оно очень большое. Но здесь есть немаловажный момент. Дело в том, что это падение, оно случилось, получается, за неделю. Если бы это была у нас сейчас середина дня, я думаю, можно было бы рассматривать даже какие-то шарты стопроцентные. Но так, пока здесь область не будет пробита, шарты, в принципе, не рассматриваем. Тем не менее, они возможны. Итак, давайте, да, почему так? Почему так? Собственно говоря, на выходные выйдут какие-то новости обязательно, как это у нас всегда бывает. Правительство выпускает новости именно на выходные. Ну, такие важные, ключевые для того, чтобы тупо не давать комментарии по этому вопросу. И, разумеется, у нас в утро может быть гэп. И гэп может, в принципе, быть лонговый. Так что, этого не знает никто, что будет у нас на эти, собственно говоря, выходные. Итак, давайте я сразу сделаю скриншот и помечу. Да, кстати, еще. Вот смотрите, так скажем, объемы. Шартовые объемы у нас увеличены. И, разумеется, это похоже на какую-то некую вот такую кульминацию, но не на дневках, а скорее больше на часовиках. Опять же, здесь нужно смотреть за рынком. Я напоминаю, потому что куда пойдет конкретно рынок, в принципе, не знает никто. Итак, давайте я сделаю скриншот и сразу для сайта себе загружу. Итак, у нас, как вы видите, ключевые области, ключевые зоны. Я ожидаю, что цена здесь, либо будет делать откат какой-то наверх с этой области, либо будет пробитие ТРТ с обратной стороны и уход вниз. При этом, также не исключена возможность флэта, флэтового накопления на этом уровне. Да, что ж такое, хотел покрасивее нарисовать. Также, возможно, флэтовое накопление на вот этом уровне. И этот прогноз касаемо флэтового накопления, он звучит более правдоподобно, потому что такой явный тренд, он просто так быстро не разворачивается. Должно быть какое-то накопление. И быки должны взять, собственно говоря, силу. Здесь спорная ситуация. Ну, вот какой-то вот такой вот флэт, какое-то вот такое запиливание. Опять же, ключевая область у нас, как я уже сказал, вот это у нас ключевые области. И, разумеется, если мы пробиваем, мы идем ниже. Если мы пробиваем вот эти уровни, вот они, дневки. Даже давайте я немного не так сделаю. Даже вот у нас еще один уровень есть. Давайте я помечу синим. Надо было истории взять побольше. Ну, что-то мне, вы знаете, лень сегодня. Итак, как я и говорил, вот у нас поход вниз от этой области. Если мы пробиваем вот эту область, то есть зону последнего, так скажем, максимума, то мы идем наверх. Вот у нас эти, эта область, мы идем наверх. Опять же, не исключена возможность, как я уже сказал, этого накопления. Так, Сбербанк. Значит, попросили мне Сбербанк посмотреть. Ну, в принципе, что Газпром, что Сбербанк, он не особо отличается от РТС. Итак, вот я наметил ключевые области. Зона стоимости у нас наверху. Как и крупный объем. Давайте я сделаю скриншот. Так, чуть-чуть подлагали. Чуть-чуть подлагали немножко. У нас образуется, так скажем, классический, классическая расторговка некого объема. Это что ж такое? Вот у нас образовался некий вот такой вот профиль. Профиль Пи, так называемый. И вот идет расторговка. Собственно говоря, что я тут ожидаю? Здесь не ясно. Просто сейчас лидируют, очевидно, медведи. И какого-то сопротивления со стороны быков, в принципе, не видно. Но вот эти вот две свечи, это не сопротивление быков, это ерунда. Хотя здесь находится крупный уровень, причем даже, можно сказать, вот некая зона. Можно, в принципе, ожидать здесь какого-то накопления небольшого и похода вниз, либо наверх. Здесь будет зависеть, как я уже говорил, от новостного фактора, от того, как откроется в понедельник рынок. Неделя была эта сложная, в том плане, что многие люди теряли бабки, ну, касаемо вот инвесторов нет. Итак, вот у нас важна ключевая область. При пробое ее мы идем еще ниже. Здесь у нас цель, это вот этот уровень и вот этот уровень. Причем, мне кажется, что по большей части вот этот первый уровень, он более такой, более очевидный, можно сказать. И сюда, скорее всего, мы и придем, и тут будет какая-то затормозка. Это первый вариант. Второй вариант. Мы уходим примерно от этой области. Тут у нас происходит какое-то флетовое накопление. И идет проход, так скажем, наверх. Вот этим уровнем. Здесь у нас вот цель и вот цель. Причем, я думаю, что возможен даже вот такой вариант. Как наиболее такой, скажем, очевидный. Вот такой. В принципе, тоже возможно. Здесь надо будет смотреть. Здесь пока трудно, ребят, что-либо сказать. Во всяком случае, мы должны увидеть подтверждение со стороны быков, что идет, во-первых, накопление какое-то для ланга. А во-вторых, быки взяли силу. Иначе мы будем дальше продолжать валиться. Вот у нас есть два, так скажем, тейк профита. У нас здесь небольшой будет стоп. И мы будем дальше валиться вниз, вниз, вниз и так далее. Переходим к следующему фьючеру. Индекс РТС. Индекс РТС, так же, как и Газпром, я здесь наметил важную ключевую область. Она широкая, конечно. Уменьшить ее очень трудно. И здесь, опять-таки, надо следить. Пока мы ее не пробьем, шарты мы не рассматриваем. Потому что эта область очень сильная. От нее было очень много отскоков. Давайте я вам покажу. От нее был не очень много отскоков, а был большой отскок. Вот корень этого отскока. Плюс еще здесь какое-то флетовое накопление. Плюс еще вот здесь, смотрите, все шпильки в эту область упираются. То есть, эта область обладает повышенной ликвидностью, повышенным интересом игроков. Разумеется, как я уже говорил, вы можете увидеть, что вы можете сравнить вот этот импульс с этим. То есть, быки так или иначе ослаблены на дневках. И дальнейший ход может быть вниз. Но, опять же, сейчас выходные. Это нужно все учитывать. И, разумеется, если бы я говорю еще раз, если бы это было в среду, например, то можно было предполагать уже шарты. Но пока у нас выходные. Непонятно, что будет дальше. Непонятно, что будет на следующую неделю. Так, прогружу чуть-чуть истории, чтобы было видно все. И, разумеется, мы здесь должны увидеть какую-то силу быков. Пока этой силы не видно, пока у нас лидирует медведи, очевидно. И, более того, пока мы не пробьем эту область, мы вниз не идем. Мы рассматриваем ланги вот этим областям. Так, давайте я делаю скриншот. Напоминаю вам, что на сайте все есть в текстовом формате. Кому лень сидеть и слушать, там все кратенько, быстренько. Пришел, посидел, почитал и пошел по делам. Вот у нас ключевая область. Если мы ее пробиваем, мы идем вниз. Вот у нас цели. Соответственно, первая цель, вторая цель. Глобальная цель – это вот этот уровень. Но, навряд ли у нас будет такое большое падение. Хотя, не исключено. Не исключено, потому что новостной фактор. Фактор вообще, что это Россия, это на нас давит. И так, также возможен вот такой вариант. И уход наверх. Вот у нас первая цель. Вот у нас вторая цель. То, что мы пробьем вот этот уровень, например, вот эту область, это будет нам однозначно говорить о лангах. Но при этом, то, что мы ее пробьем, это навряд ли. Очень навряд ли. Сейчас август начинается. И, разумеется, так скажем, малоликвидное время. Нет повышенного интереса игроков, чтобы пробивать вот такие крупные уровни. Долгосрочно я, в принципе, в принципе, ожидаю. Я могу вообще ошибаться в этом плане, что у нас будет вот такое движение. Но, опять же, как у нас будет новостной фактор? Непонятно. Приходим к следующему. Рубль-доллар. Здесь у нас быки постепенно ослабевают. Мы видим, как нарастает медвежье движение. Вы можете сравнить эту волну с этой. Вот у нас, да, откат небольшой. То есть, медведи постепенно берут преимущество. Но нам нужно увидеть, что у нас быки ослабли. Для этого нужно посмотреть, как будет вести себя цена. Вот этот уровень голубой, он очень сильный. Он очень ликвидный. Давайте я вам покажу. Сразу говорю, никто не знает, куда пойдет рынок. Это все является лишь возможностью. Поэтому нужно смотреть, как ведет себя цена. Вот, посмотрите, вот, впервые, когда впервые сформировался данный уровень. Посмотрите, какой был отскок от него, да. Потом опять, ну, можно сказать, что вот этот уровень. Не пустили сюда точно так же, как и на Газпроме. Здесь у нас было накопление. Здесь опять, смотрите, раз тест, два тест, три тест. Уход опять от этой области, да, вот тут мы можем видеть, да, свечи. То есть, это уровень очень сильный, очень ликвидный. И, разумеется, здесь нужно быть очень внимательными. И смотреть, что будет делать рынок. Давайте я уберу стакан отсюда. Так, делаю скриншот для сайта. Так, вот, посмотрите, пожалуйста. Мы должны увидеть ослабление быков. Еще раз говорю. Пока этого нет, ожидаем прорыва наверх, ухода наверх. Вот, к этим ключевым областям. Вот один, вот два. Как только мишки ослабнут, у нас будет вот такое какое-то пилообразное движение и уход вниз. Даже можно здесь, можно рассматривать пробой даже вот этого уровня. Эта сделка будет очень рисковая, я говорю сразу. Тем не менее, она может принести какой-то профит. И вот у нас будет поход вот в эту область. Более консервативно это подождать пробоя уровня номер 3, то есть вот этого пробоя, вот этого уровня дневного. И тогда у нас поход будет вниз. Здесь, скорее, мы дойдем до вот этого, до уровня, так скажем, крупного объема. Это вот у нас уровень крупного объема. Ожидаем, что будет. Смотрим за рынком. Еще раз повторяю. Пока мы видим, что медведи берут преимущество, но мы не видим, что у нас блоки ослаблен. Поэтому здесь надо подождать ослабление быков, прежде чем заходить в шарты. Смотрим дальше. Евро-доллар. Фьючерс евро. Так, здесь у нас довольно-таки сложная ситуация. Мы видим вот эту вот зону. Да, вот эту вот область, так можно сказать. Ну, вот он у нас уровень. Она достаточно ликвидная, достаточно сильная. Здесь может быть даже какой-то разворот. Разворот идти вниз. То есть, вы можете видеть, да, вот уход один раз, второй раз, третий раз уход. То есть, она достаточно серьезная. Серьезный этот уровень. И если мы пойдем наверх, мы, ну, если не пробьем данную область, то это будет однозначно говорить о шартах и даже пробои вниз. Итак, давайте, в принципе, я вам сделаю, как обычно, скриншот. Итак, смотрите, вот у нас есть этот уровень. Быки еще сильны, но, тем не менее, они уже ослабли. Может быть, вот такие варианты. То есть, уход, вот какое-то запиливание, пробой и уход вниз. Здесь вот это флетовое накопление, вот эта вот область, она достаточно серьезная. Если мы ее пробиваем, то это однозначно, что мы идем вниз. Если мы пробиваем уровень, закрепляемся выше, тестируем его с обратной стороны, то есть, третий раз будет, то мы идем наверх. Вот этим областям. То есть, тут один и два. Но все-таки больше похоже на сценарий шарта. И здесь у нас вот эти вот экстремумы, вернее, минимумы, они более, так скажем, ну, тянут рынок. Это очень долго объяснять, что-то когда-нибудь объясню. И мы, скорее всего, уйдем сюда, то есть, пробьем вот это флетовое накопление какое-то и уход вот сюда. Не знаю, что по новостному фактору, тем не менее, больше все походит на шарты, но должно быть какое-то накопление, должно быть какое-то запиливание. В общем, всем спасибо за внимание, успехов, удачи вам на рынке, профита, будьте счастливы, любите друг друга и так далее. Всем удачи, пока, зарабатывайте. Субтитры сделал DimaTorzok